Салам Лиже, Виджаолан, здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Финногория». Сегодня мы побываем на удмуртских летних праздниках Гербер и Ектоника. Заглянем за завесу прошлого финно-угорских народов благодаря уникальному творческому проекту «Рыба-птица-конь» и узнаем рецепт карельского десерта из черники. В Удмуртии, в окрестностях села Пихтовка, Водкинского района с большим размахом прошел праздник Гербер. Темой в этом году стала рыба. Традиционно прошли такие мероприятия, как встреча гостей, куно-пуметан, освещение обрядовой каши, концертная программа национальных творческих коллективов, а также футбольный матч между командами северных и южных удмуртов. Впервые состоялась спортивная эстафета «Чоры-кутылон» – рыбный биатлон. В рамках молодежного фестиваля Куараланга прозвучали звуки традиционного музыкального инструмента кризя. В этом году молодые люди из районов республики смогли поучаствовать в развлекательной интерактивной игре-конкурсе «Свадьба поля» и попробовали найти свою вторую половинку. Украсил праздник большой арт-объект, созданный мастерами декоративно-прикладного искусства со всей республики. Изображения гербов районов и городов, выполненные в технике удмуртского лоскутного шитья, объединили в одну большую композицию. На Линфильме в Санкт-Петербурге прошел фестиваль народов севера «Душа России». В программе были выставки, мастер-классы, кино, лекции, выступления этномузыкантов и даже экскурсии по национальным жилищам. Символично, что несмотря на то, что нет коми-чума, все равно мы его нашли. Потому что вот здесь наши коллеги из музея под открытым небом Торума представляют тот самый тип жилища, традиционного жилища северных народов, которые когда-то коми-оленеводы переняли у немцев, а ханты и манси переняли у коми. Так что вот можно сказать, вот наш коми-чум. Мастера из коми знакомили гостей с верхневычегодской и пижемской росписью, традиционным ручным ткачеством, обработкой соснового корня. В это же время на сцене шел показ коллекции одежды этнодизайнеров. Завершился фестиваль выступлением ансамбля песни и танца «Асья Кыа». Два дня музыки, радости и творчества. В селе Шаркан, в усадьбе Толбабая, прошел уникальный и не имеющий аналога в России музыкальный фестиваль «Эктоника» «Бабушкина дача». Для Удмуртии это уже девятый опыт проведения многотысячного мероприятия в подобном формате. Традиционно он объединил звезд современной удмуртской эстрады, авторов бардовских песен и исполнителей в различных стилях – от джаза до фанка. А еще здесь было знакомство с традициями, мастер-классы, национальные игры, песни, танцы, дегустация блюд и демонстрация нарядов. Праздник марийской культуры отметили в Йошкар-Але. В столице Мариэл прошел Пиле де Шпайре – праздник цветов. В этом году его посетили более 45 тысяч человек из разных уголков России. А сам праздник приурочен вековому юбилею торжества. Сто лет назад Пиле де Шпайре впервые провели в столице Мариэл, тогда еще в Краснококшайске. А в этом году праздник цветов впервые отметили в статусе государственного. Пиле де Шпайре в Йошкар-Але начали отмечать с раннего утра. В 9 часов на дубовой поляне сосновой рощи прошли моления Агавайры. Карты обратились к богам, попросили у них плодородия полей. Хорошей погоды для сохранения будущего урожая и счастья всем близким. Одна из самых ярких традиций Пиле Дыша – праздничное шествие. Колонна объединила сотни человек из всех районов Мариэл и регионов с компактным проживанием народа Мариэл. На праздник они надели лучшие наряды, пели самые веселые песни. Уже многие годы это торжественное шествие является символом единения народа. Мерчайший праздник нашей республики – Пиле де Шпайре, который вызывает самую потрясающую бурю эмоций. У нас есть компактное проживание на Алтае, деревня Черепановский. Там живет несколько семей, 34 семьи. Мы объединили социально-культурную автономию. И цель нашей автономии – установить мостик между нашим селом и нашей малой родиной. В Мариэл праздник цветов впервые отметили в 1920 году. Спустя три года Президиум Марийского обл.исполкома объявил Пиле де Шпайрем народным революционным днем трудящихся автономной области и постановил проводить его повсеместно. И уже в конце мая 1923 года торжество прошло в Красной Кокшайске. А в Центральном парке культуры и отдыха разместились подворья Куда, где районы Мариэл, а также делегации из Кировской и Светловской областей представили свои традиции. Здесь каждый мог попробовать национальную кухню и познакомиться с обрядами народа Мари. Аршанский район, например, сделал акцент на декоративно-прикладном искусстве. А стол делегации, как говорится, ломился от национальных блюд. Всегда привозим трехслойные блины Каман-Мелна под коголи морийские и с мясом, и с творогом, и с картошкой, моноплашка. Изготавливаем в основном эти блюда в печи. Обряд встречи родственников представила делегация Звениговского района. В подворье рассказали и показали, как в старину принимали гостей, чем их кормили и какие пели песни. Данный обряд очень красивый, потому что этот обряд пользуется популярностью прямо с самих истоков морийского народа. Если посмотреть на этот обряд, то вы увидите, что в основе лежит хлебосольство морийского народа. Приехал на Пиледыш Пайрем Суржумского района Кировской области. Пиледыш Пайрем для меня праздник встречи. Праздник, когда все друг с другом видимся. Возможность встретиться с друзьями. За сто лет Пиледыш Пайрем прославился на всю страну. Яркий и самобытный праздник стал частью национальной традиции. В этом году Пиледыш Пайрем сплотил представителей народа морей из 14 регионов России. Самая большая делегация приехала из республики Башкортостан. Посетили юбилейный праздник цветов морейцы из соседних регионов, а также из далеких Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского и Пермского краев. Около двух тысяч человек побывали на празднике палеовулкана в поселке Гирвас. Второй раз его проводили совместно ученые Карельского научного центра и администрация парка. Задача просветительская – рассказать жителям Карелии и ее гостям о древней истории Земли и ее свидетелях, таких как палеовулкан в Гирвасе, возраст которого более двух миллиардов лет. Экскурсии от ведущих ученых-геологов, квесты и лаборатория под открытым небом. Обо всем этом смотрите в следующем сюжете. Сейчас мы не будем видеть таких красивых структур. Только трещины, заполненные зелеными, черными минералами, турмалином, эпидотом, да какие-то разломчики и однородную лаву. То есть это мощный лавый поток. В качестве экскурсовода сам директор Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Светов. Он ведет гостей снизу вверх, показывая и грамотно расшифровывая послания древнего вулкана. Его открыли карельские ученые более 50 лет назад, случайно, во время остановки на перекус. Все знали, что это габроиды, это породы такие массивные, интрузивные, не очень интересные. Они хотели попить чай, посмотреть, что это, и когда они спустились ниже, то они увидели уникальные структуры, которые напомнили им совсем недавно, наблюдаемые на Камчатке. Сергей Светов сам активно популяризирует знания о геологии Карелии, привлекает к этому и своих сотрудников. Он считает, что рассказывать надо не мистические, а достоверные факты. Делать это могут и местные экскурсоводы. А в этот день ученые работали в научной лаборатории под открытым небом. Здесь мы показываем, что мы можем получить после обработки минералов, как мы это используем в быту. То есть мы показываем, допустим, что слюда – это минерал, который мы можем использовать при изготовлении минеральной пудры. Тальк – минерал, который для нас привычен как детская присыпка. Это внутренний мир камня, потому что многие подходят и думают, что ну вот, это камни, мы смотрим камни. А на самом деле нет, это минералы, из которых как раз таки состоят камни. Специально сюда приехали, потому что очень интересны наши минералы. Просто исключительно интересны. Даже вот этот минерал, не могу вспомнить, как называется, видела на берегу Белого моря. Приезжаешь на вулкан, там же разнообразие, гамма цветов разных минералов. А что есть что, ну, просто интересно знать для себя и внукам рассказать. Коллекцию минералов, собранные в Кандапожском районе, можно теперь увидеть в новом музее. Он появился на территории парка в прошлом году. Уникальный бонус этого дня – там с экспозицией гостей знакомили сотрудники музея геологии Декембрия Института геологии. А на площадке входной зоны парка состоялся концерт. Его подготовили местные творческие коллективы. История финно-угорского народа уходит корнями в далекие столетия нашей эры. Изучать ее лучше через предметы старины, костюмы и искусство. Возможность взглянуть за завесу прошлого нашего народа появилась у посетителей Мордовского краеведческого музея имени Воронина, где стартовал уникальный творческий проект «Рыба-птица-конь». Идея создания творческого проекта с необычным названием «Рыба-птица-конь» зародилась в ходе подготовки музея к проведению второго Всероссийского форума финно-угорских народов, который состоится в августе этого года. Все предметы экспозиции объединяют обращение к сакральным образом животных, которые почитали наши предки. Чтобы проследить семантические следы и образы рыбы, птицы и коня, необходимо уйти корнями в далекое прошлое. Самые древние экспонаты выставки прямиком из третьего века нашей эры. Посредством вот этих вот украшений мы как раз-таки и можем увидеть и культ коня, и культ птицы водоплавающей в превалирующем большинстве. Лапки водоплавающей птицы завершают привески вот этого вот украшения с ажурным щитком. Ну а конь, он, собственно, классическая коньковая привеска финно-угров. Вот она, собственно, иллюстрирует самого коня, довольно причудливая, с глазками. Для того, чтобы передать всю историю семантики знаков, было принято решение выйти за рамки археологических исследований и собрать в проекте предметы декоративно-прикладного творчества, этнографии и современного искусства. Тема культа животных и их образы представлены в каждом экспонате, от глиняных горшков до предметов одежды. Макшанский костюм представлен рубахой низ, который украшен розетками вышитыми, которые так и называются гусиные лапы, мацепельги. А в аэрзианском варианте мы представляем головные уборы, которые полностью заполнены этими символами. Ну, знаем, что вода и птица – это женская символика, женские символы – конь, конечно же, мужская. Среди витрин с экспонатами – картины мордовского художника-этнофутуриста Юрия Дырина. Они прекрасно вписались в общую экспозицию. Рыбу нашел, но у меня рыба сухопутная. Тем не менее, она подошла. Коня нашел, конь у меня теплый вечер, теплый летний вечер, конь присутствует. А птицы у меня были, но почему-то не нашел. Но я нашел и кара с крыльями, который хотел взлететь солнце, но, к сожалению, крылья растаяли, упал, но птицу символизирует. Творческий проект «Рыба, птица, конь» – место, где таинственность прошлого объединяется с реальным временем. Убедиться в этом может любой желающий. Вот она какая сладкая карельская жизнь. Всего-то и нужно горсть толокна, сливки, сахар, моченая или свежая ягода и 10 минут терпения. Ливики – это блюдо называют тонкой – карелы-место. Классический рецепт этого лакомства из брусники, но вкусно будет и с черникой, малиной и морожкой. Берем на заметку рецепт вкусного карельского десерта от Школы народных ремесел «Клюква». Субтитры подогнал «Симон» На этом мы прощаемся с вами. Берегите язык, культуру и традиции своего народа. До встречи, Финногория! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова